Здравствуйте, это рубрика интервью я, Наталья Чудина, и сегодня мы в гостях у Марины Кремляковой. Здравствуйте, Марина Николаевна. Добрый день. Вы стали участником второго медиафорума Общероссийского народного фронта независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость». Из Хакасии на этот форум уехало пять человек, причем четверо, это представители газеты «Черногорский рабочий». Почему такое особенное отношение к вашей газете? Медиафорум в Санкт-Петербурге проводился второй раз. Он был организован Общероссийским народным фронтом, хотя ни один из корреспондентов нашей газеты в состав этой организации не входит. Тем не менее, там присутствовали четверо сотрудников «Черногорского рабочего», и этот факт привлек внимание к нашему изданию. Дело в том, что члену жюри пояснили, что когда они подводили итоги, то им не было известно, из какого региона поступили газетные заметки, статьи, телесюжеты, какие авторы их написали. И вот так получилось, что в разных номинациях победили четверо наших коллег. Кроме меня, это Вера Герасименко, Марина Задорожная, Валентина Сосновская. Из 1500 заявок на конкурсе было выбрано 300 победных работ. И авторов этих работ пригласили участвовать в работе медиафорума, который был собран, организован для того, чтобы обсудить наиболее актуальные проблемы в современной журналистике. И не только. Мы говорили о том, какие вызовы нам готовит сегодняшняя жизнь, как мы на них откликаемся, как мы умеем говорить с читателями, писать, что мы делаем для того, чтобы помогать людям. Ваша газета не раз становилась победителем различных журналистских конкурсов. Какие темы вы выносите на суд читателя? Наши темы очень разные. Их, как правило, подсказывают читатели. Некоторые мы определяем сами. На конкурс, к примеру, мы отправляли работы о заброшенной шахте, ствол которой был долгое время открыт, доступен и очень опасен. Кроме того, у нас было много публикаций о коммуналке. Люди задавали вопросы, спрашивали, волновались, переживали. Мы им объясняли, что происходит, к чему ведут те или иные изменения и так далее. Поднимали и конкретные какие-то темы. К примеру, недавно была публикация, как одна квартира превращается в четыре. То есть, как проводят перепланировку, при этом беспокоят соседей, не совсем нового дома, так скажем. Мы сейчас следим за этой ситуацией, будем продолжать освещать ее и обязательно сообщим читателям, чем все это закончилось. Кроме того, был у нас материал о странной закупке в сфере образования. Я своими глазами видела пластиковое табло, которое были закуплены для спортзалов. Они предназначаются для того, чтобы показать, какой счет в той или иной игре. Это обыкновенная подставка, реально пластиковая, с перекидными цифрами, только и всего. То есть, по аналогии с перекидным календарем. Стоимость такой штуковины, я даже точно себе выписала, 17 906 рублей. Таких табло для Хакасии было закуплено 5 штук. То есть, здесь явно кто-то намудрил с цифрами, но вместе с тем речь идет о государственных деньгах. Я бы сказала, что мы занимаемся своего рода журналистикой прямого действия. То есть, центральные газеты от читателя очень далеко. А мы находимся, да, здесь, в маленьком городе, в нашей небольшой газете, как о нас говорили на форуме. Люди, которые приходят к нам, они рядом. Они задают вопросы, они с нас и спрашивают. И мы стараемся с ними вести диалог, не бросать их, помогать им, отвечать на вопросы, давать комментарии. Но делать это взвешенно всегда, всегда спокойно и конструктивно, без какой-то оголтелой критики необоснованной. Наша политика — это объективность и всесторонняя помощь людям. И все же, вот если говорить о свободе слова в Хакасии, вот как часто вам приходится сталкиваться с каким-то непониманием в работе чиновников, да, с непониманием со стороны чиновников? Какие вот чаще всего материалы из-за этого буксуют? Ведь бывает и такое. Наша журналистика прямого действия еще и в том, что чиновники наши, они тоже рядом. И мы их все равно достанем. Мы найдем к ним подход. Мы все равно дозвонимся, мы встретимся, мы получим комментарии. Ну, конечно, не всегда такие, какие хотелось бы, но есть пути для того, чтобы получить их обстоятельными. Есть темы, которые еще будем брать и которые немножко пробуксовывают, и на которые нам не дают, не хотят давать ответов. Но будем добиваться своего. Ну, то есть вот это вот выражение СМИ, пятая власть, когда вот журналистов слушают у чиновники, а людей порой не слушают. Вот это все-таки у нас есть. Это есть. Знаете, вот чем хороши журналистские конкурсы, организаторы обычно не просто собирают нас, чтобы порадовать, вручить дипломы, поаплодировать. Нет. Они организуют нам, как правило, очень мощное обучение и вкладывают в наши буйные головы очень много новых, свежих мыслей, идей. Тут же появляется масса тем, подсказок. Мы общаемся с коллегами из других регионов. Что касается медиафорума, здесь у нас были очень интересные встречи с медиаперсонами значимыми. То есть, например, мы вот так как с вами общались с автором фильма «Крым. Путь на родину», с Андреем Кондрашовым, мы общались с Марианой Максимовской, с иностранными журналистами. Мы общались также и с чиновниками, что было важно, с представителями Государственной Думы, с представителями Роспечати, то есть с теми людьми, которые влияют на политику в медиапространстве. И они слушали нас, таких как мы, простых журналистов из глубинки. И было очень-очень много интересных диалогов. Иногда даже ругались. Ну, вы там встретились и с Владимиром Путиным. Что это была за встреча и чем лично вам она запомнилась? Да, встреча была очень интересной. Владимир Путин, входя в зал, произнес такие слова. Здесь все победители конкурса. О, как я здорово сюда зашел, как мне повезло. И тем самым он, как всегда, разрядил обстановку. И с шутками, в легком стиле, но вместе с тем обстоятельно и очень серьезно начал отвечать на наши вопросы. Мы подготовили следующий номер газет. И мы здесь, в частности, пишем о том, что Владимир Владимирович очень интересно говорил о курсе доллара, о зарплатах, об экономике. То есть, о сегодняшнем моменте. И это весьма интересен его взгляд. Был вопрос коллеги из Забайкальского края о восстановлении домов после пожаров. Этот вопрос прозвучал в том ракурсе, как быть, если не было оформлено право собственности на дома. И коллега сетовала, что многим говорят, ну вот, нам теперь объясняют, может быть, у вас это дрова сгорели. Он на это ответил, что все-таки нужно иметь какой-то документ. И нужно как можно быстрее пройти судебные инстанции. И он обещал, что это будет сделано максимально быстро. Он говорил о том, что есть свидетели, есть соседи, которые видели, что там было. Какой-то сарай или дом, или какое строение. То есть, и он очень просил эту работу провести оперативно, чтобы после 1 сентября вдруг не возникла необходимость в том, чтобы возводить какие-то еще дополнительные строения. Кроме того, он очень много и мощно говорил о поддержке независимой прессы. Он говорил о том, что такая пресса, она обязательно должна существовать, должна быть поддержана. Что другая точка зрения на те или иные события обязательно всегда должна быть. Хотелось бы сказать, что еще по итогам первого медиафорума был создан фонд «Правда и справедливость». И именно он направлен на то, чтобы поддерживать независимые СМИ, которым в сегодняшних условиях выжить очень трудно. Которые готовы и морально, и материально оказывать помощь. Кроме того, был создан на медиафоруме центр правовой поддержки журналистов, что очень актуально в сегодняшние дни. Юристы Санкт-Петербурга, Москвы давали нам консультации. Они помогали решать самые разные вопросы, которые возникают в работе. И это, поверьте, было очень полезно. И я думаю, пригодится нам в дальнейшей работе. Потому что есть много новых документов, поправок, которые необходимо знать, чтобы на какие-то айсберги в работе не наткнуться. Спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы.